Я музыкант. Я интроверт, интровертович интровертов. Я все люблю, все люблю. Не надо, похмельная морда, нет. Давай я буду врать. Зачем? А, так интересней. Я вообще не понимаю, почему просто не взять и сиськи ей показать? Блядь! Это дед меня. Можно я сниму, как вы это все забиваете? Не леется каждый раз забивать? Нет. Это как сигарету достать без пачки. А сколько раз за день вы так это все заправляете? В зависимости от желания курить. И как часто возникает обычно? Часто. Больше десяти? Я чередуюсь с сигаретами. Если сигареты, то где-то пачка. Класс, у вас что и коллекция там? Ну это не вся, это, так скажем, прогулочная коллекция. Сколько всего? Не, ну напихать-то можно сколь угодно. Так у меня где-то трубок 15, наверное, 16. Такая самая гордость коллекции из чего сделана. Я вовсе не горд своей коллекцией. Нет? Нет, это же вред для организма. Ведь не вами больше гордитесь? Ну да. Класс. Ну зато так эффектно прямо. А тут есть спуск к речке какой-нибудь? К реке. К речке. Речка в деревне. Речка в Москве. Да. О, какой дворик классный. Давайте может зайдем, посмотрим. Да нет тут ничего классного. Обычный дворик. Обычный, обычный питерский. Ну он даже не колорец. Вот собственно и все. Такой. Дворик и дворик. Ничего необычного? Ничего абсолютно. За эти практически 30 лет ощущали уже себя питерцы? Нет. А где вы себя ощущаете? Прирожанием какого города? Да сейчас наверное никакого. То есть уже не Дзержинец, но и не питерец. Но не питерец. Да, как-то подвис. Черт не знает. Может так и надо. А нет такое желание привязанности к какому-то месту определенному? Это же такой метод самоидентификации в какой-то степени. Так я привязан. Но не питерец. Ну я же здесь не родился. Как я могу себя питерцам считать? Никак. Приезжие. Мы наехали тут. Это вот про меня. А какой Питер для вас вообще? Классный, красивый, дождливый, суровый, ништяцкий. И все? Любой вообще. Я люблю любой. Питер абсолютно. И в дождь, и не в дождь. Всяко кайфово. Мне. А где ближайший спуск вы говорили есть? У летнего сада. На ту сторону что ли? Да, да, да. Что прямо. У летнего сада. В принципе можно здесь перебежать. Но это стремно. Не хотите рискнуть? Не, я нарисковался уже. Давайте сделаем несколько кадров ваших. Давай, делай. А мы не хотим со временем без очков еще несколько кадров? Солнце. Против солнца если я вас поставлю? Не, не надо. Я с похмелья. У меня толстые морды и маленькие глазки. Красные как у кролика. Я же специально очки одел. Может быть здесь? Давайте попробуем. Угу. Прикольно тут. Да, вот такой еще город бывает. Неожиданный. Зеленый весь. Да, такой дорик прямо классный. Ага. Да, очень кайфовый. Любите гулять по Питеру? Да. Вот я всю пандемию этим и занимался собственно. Что интересного открыли, необычного? Ничего необычного нет. Просто гулял и все. Я так 30 лет всех гуляю. Поэтому, до куда ножки доходят, уже все здесь и схожено, и изучено. Ничего вас больше не удивишь? Да ну. А зачем удивлять-то? Ну как, впечатления, эмоции? Ну вот осенью здесь совсем по-другому. Каково? А все желтое, кайфовое. Вы любите желтизну больше, чем зелезну? Я все люблю. Все. И зелени, и желтизну, и белизну. Все люблю. Я же говорю, я люблю Питер, во всех вы проявляю. Прекрасно. А вот здесь не хотите сделать кадру? Я знаю, что вы не хотите. Я вообще не хочу, поэтому сам давай. Я знаю, давайте тогда. Что, вот здесь, что ли? Вот прям чуть поглубже, да. Давай, как скажешь. Блин. Глаза вообще никогда не договориться с вами. Не надо. Похмельная морда, нет. Хорошо. Давайте крупняком вот так вот еще раз пару раз пыхните, пожалуйста. Эффектный кумар. Да. Пошли дальше. Для вас это прям мучительная, да, процедура все эти, интервью и так далее? Да, я очень закрытый. Вам неприятно общаться или? Мне приятно общаться, но я от этого открытия не становлюсь. А это ваша такая защитная реакция? Наверное, я в себе не копаюсь. Это автоматом происходит. Вы не любите там, не знаю, психоанализы, всякие подобного рода учения, которые помогают лучше себя узнавать? Нет. И вот тем не менее вы отмечали, что вы увлекаетесь, точнее не увлекаетесь, а интересуетесь эзотерикой, всяким мистицизмом. Да ладно. Да, вот буквально в самом… Ух ты. Не знали про это, да? Нет. Упоминали там бар дот хедол, упоминали… Кого? Тибетская книга мертвых, египетская книга мертвых, соответственно. Это я читал, да, соответственно, конечно. Читали и не более, да? Ну да. Какие-то… А зачем туда лезть в царство мертвых? Не надо. У меня здесь хорошо, в царстве живых. И не бывает, что задумываетесь? Да у всех, я думаю, бывает. И я не исключение. За 60 лет… Нету еще 60, не надо наговаривать. 59 с половиной. Хорошо, за 59 с половиной лет и большую часть из этого отдать музыке. Не надоело еще вам концерты, репетиции? Никогда в жизни. Никогда. Почему вы находите мотивацию за все это время? Женщины. Они вас вдохновляют? Да. Здрасте. Спасибо. Давай я буду врать. Зачем? А, так интересней. Ребята, это Малая Академия Художеств. Пройдем-то еще чуть дальше. Так, и в чем вы собирались врать? То, что в женщинах находится это вранье? Да, 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 да. Во всем. Зачем? А, так интересней просто. Не врать, а придумывать. Сочинять, фантазировать, лукавить. Это все делают ученики. А, так интересней просто. А вы не увлекаетесь лепниной? Чем? Лепниной и всем прочим таким. Нет, я до этого, видимо, еще рядорос. А кроме музыки еще чем-нибудь? Ну, кроме музыки у меня есть семья. И это вполне достаточно, поверь. Правда. Семья, музыка, все. А что еще может быть? Пойдемте, вот хочу посмотреть, что это за это. Пойдем, пойдем. Посмотрим. Я покажу. Вы когда-нибудь считали, сколько у вас винилов? Я примерно могу сказать. Около 13 с половиной тысяч. А что может такого произойти, чтобы вы от них отказались, избавились? Все что угодно. Например? Ну, например, если денег совсем не будет, буду избавляться продавать. А что, есть вариант, что ли? Нет? Угу. А вы для себя запускаете такой вариант? Да. Что, может быть, вы будете невостребованы, денег не будет? Да, в нашей стране все может произойти. И как, не рефлексируете на эту тему? Нет. Будем решать проблему по мере их поступления. А бывали такие проблемы наверняка? Конечно. И это как-то сказывалось на вашем творчестве как-нибудь так отрицательно? Нет. Или наоборот такие моменты вдохновляют? Ну, вообще это одно, а музыка совсем другое. Поэтому не думаю, что это взаимосвязано. Да. Бытовуха не влияет на творчество? У меня не очень. Потому что, тем более, какие-то импровизации там, да нет, конечно. Жрать так хочется все время, а так нормально. Жрать, бухать, ну, все вот это вот наше. О, давайте вас посадим там на лавочку. Давай. Наслышана вашей любви к фотографированию, в частности, знаменитой рубрике «Вид из окна». Ну да, это… Сколько у вас набралось коллекцию? А я не знаю, я не считал, но там дофига. Ну, считай, в каждом городе, в каждой гостинице, даже если не по одному разу, там бывает, что и разные гостиницы в каком-то там, в одном и том же городе, я все равно это делаю. А зачем? А я не знаю, сначала интересно было, типа, фотоотчет, а потом как-то втянулся, это уже на автомате происходит. То есть первое, что я делаю, я иду на балкон или из окошка снимаю, потом уже все остальное, раскладываю чемоданы и так далее. Кайф. Не хотите выставку какую-нибудь замутеть, что-нибудь такое? Да ну, я же не для этого, это я так для себя. Это же вам так модно, кажется, будет толпа желающих посетить такую выставку. Не-не-не-не. А чем вы, кроме вида из окна, чем-нибудь сфотографируете? Фотографирую, конечно. Например? Ну, не знаю, что на глаза попадается. Про мозаики я уже понял, да. Ну, мозаику, да, здесь был у меня один хороший вид, пришлось, правда, на землю влечь, но ничего сделать. Вы готовы даже на такие экстремальные поступки? Конечно, конечно. А людей не любите фотографировать? Я и людей фотографирую. Получается? Так это у людей надо спрашивать, а я им не показываю никогда. Почему? По улицам хожу и щелкаю так, втихуше. Блин, а не сложно за такими волосами ухаживать? Я, не знаю, часто спрашивают вас, наверное, каждый раз мыть. Вот это вот все. А что, встал, с утра башку помыл и пошел? Все, расчесался. И вперед. Что еще-то? Кайф. У меня портрет чижа. Охренеть. Если бы еще ветер задул бы. Да, у меня очки. У меня что, волосы? Эффектно. Ну, ветер не задует. Ничего, ничего, и так красавица. А вы сами как в качестве моделей любите, бываете или тоже так не в кайф? Каких моделей? Ну, так вот, когда у вас модели условно говорю. Фотосторм и камера, грубо говоря, не фотографом быть. Ну, я не скажу, что я там с восторгом. Но если надо, значит надо. Это от скромности или это просто неинтересно и все? Без понятия. Или это чисто такая трушная рок-н-ролльность типа? Да я не знаю чего. Ну, не очень. Я себя неуютно чувствую всегда. Я говорю, я же очень закрытый человек. Мне очень комфортно дома, на диване. Вот там у меня зона комфорта. А все остальное мне не нужен. Тем более перед камерой. Не по-пацански как-то, да? Да я не знаю, но как-то так. Чем незаметнее, тем лучше. Но это же как бы в корне вообще расходится с вашей деятельностью. Или вы наоборот там. Вот мне видимо хватает этой деятельности. Что еще если и помимо ее что-то еще там делать, да ну нафиг. Тогда я совсем один не буду оставаться. А нафига мне это надо? Вы любите бывать один? Да, я интроверт, интровертович интровертов. И вы получаете от этого удовольствия? Ну, мне комфортно очень. Не страдаете от одиночества? Не бывало такого? У меня не бывает одиночества. Вот в чем дело. Вот не бывает и все. То есть вы? У меня семья всегда. Даже если я хочу побыть один, это нужно специально. Постараться. Поджидать время, да, пока все угомонятся, пока никто не будет трогать. И тогда да, вот я один, я там наслаждаюсь обеществом. А так нет. А чем вы занимаетесь, когда вы один, допустим? Музыку слушаю, фильмы смотрю, книги читаю. Ну, в общем, марки свои перебираю. Марки? Вы собираете марки? А я на него нет собираю. О! Класс! Я филателист. Я филателист. Нумизмат. Да, да. Сколько у вас единиц? Ой, я и не подсчитывал никогда. А с чего началось? Так со школы еще. Охренеть! Представляю, сколько у вас этих будет? Не очень много. На самом деле нет. Потому что иногда я просто забрасываю, потом опять возвращаюсь, хожу по магазам, езжу на всякие сходки. Вы прям бываете обмениваетесь всякими марками? Я не обмениваюсь, я покупаю. Потому что двойных у меня как-то не бывает. А те, что есть, они мне дорогие. Всякие марки уже не существующих стран, типа СССР и так далее. Это же кайф, это же история. Коллекция марок, коллекция винилов, 15 штук, мультуков, трубок. Ну, примерно 15. Что еще собираете? Ничего не собираю. Фотографии с окон? Я специально ничего не собираю, правда. У меня на марке раз падает взор, я опа, точно. Давно же не пополнял. Раз так иду по магазам, не знаю, по старым. Там ищу, разыскиваю, копаюсь. Книжные захожу и ищу новые, что вышло. Книги тоже собираете? Я не собираю, а покупаю. Или в букинистический пойду, раз что-то куплю. Ну, как все, в общем. Класс! Вы такое мило рассказываете про это. Это прямо уютно. Пошли к воде. Пойдемте. На Таганске есть крутой магазин. Нумизмат называется, известный на всю Россию. Вы наверняка слышали про него. Я там в детстве с отцом ходил, собирал всякие монеты, покупал. Там стоят дядьки, обмениваются, листают вот этими всякими. Там марки тоже есть и всякие. Ну, я думаю, да. Круто. А вы для каких целей снимаете? Ой, мы для себя. Что значит для себя? Для Ютуба. Я фотограф из Москвы и мы снимаем для Ютуба. У нас просто у каждого объекта стоят таблички с авторским правом. Правило такое, что надо согласовывать заранее. А, да? Мы не знали. Просто мы гуляли и зашли во двор. Давайте мы укажем. У нас на территории вот мозаик и корят еще. Давно? Не корректный вопрос. Не знаю, я живу в соседнем доме, первый раз слышу. У нас вот таблички тоже здесь стоят. Вот я почему и спросил, давно? Да. Кто-то здесь по вечерам бомжи собираются. Вы знаете, я лично дежурю ночью. Уже не собираются? Последние два месяца здесь никого нет. Но это именно благодаря тому, что мы на общественных началах круглосуточное дежурство установили. Хорошо, буду знать, да. Хорошо, спасибо, буду знать. Спасибо. Вот так вот. А часто вообще бывает вашу известность используете? Никогда. В корыстных целях. Что это за женщина? Не знаю. Кто она мне рассказала? Бывают, бывают такие персонажи. Там очень классный лучик света. Где? А вот падает, видите? Две полоски. Бывает? Да, очень даже красиво смотрится. А давайте прямо на лице поймаем. Лови. Ну что, поймал? Чуть надо вперед, чтобы оно ярче было. Вот, вот, вот. И давайте попробуем без дачеков, пожалуйста. Да. И чтобы вот прямо... Сейчас можно нас чуть подергать? Дергай. Вот. Зафиксируйтесь, пожалуйста. Класс. Смотрите прямо. Глаз один. Да. Прикольно. Блядь, откуда они берутся вот эти? Это какой-то распиздец. Она позорила свой город, помните? Она сейчас мне будет рассказывать, что у них не курит, блядь, что у них не шумят. Правитный гнев. Да, ну, к нахуй. А давайте перейдем, да, вот на ту сторону. А давайте вот так вот чуть-чуть вот поближе продвинем вас. А можно вас немного налево, вот чуть-чуть сюда, вот сюда, да. И можно еще без очков попробовать? Вот вы объединили всю Россию своими турами и так далее. Где вообще вот самое впечатлительное впечатление у вас было? Да? Да. Не там, не знаю, условно, Камчатка, не там, Сахалин, не вот это вот все. Да везде кайфово, на самом деле. И маленькие, мне очень нравятся маленькие городки. Мне очень нравится на Волге. Во Владике, шикардос-то просто. По Баровске зимой замечательно. Ну, в общем, даже, не знаю, везде кайфово. Я никого просто оберить не хочу. Бывают места, в которые не очень хочется возвращаться, но я надеюсь, там люди хорошие. А когда вы вообще в последний раз злились, вот прям, чтобы вы выводились из себя? Ну, кроме вот часа. Да вот сейчас. То, что злюсь, мне просто непонятно, откуда она, кто это вообще? Она говорит, что они тут сидят два месяца, да, они тут по ночам дежурят. Тут бам! А то я здесь по ночам не бродил. Нет никого, блядь. Одни бомжи сидят, блядь, квасят на этих скамеечках. Она сейчас мне будет рассказывать. Па месяца они здесь сидят, ага. С пандемией, то есть, грубо говоря, да? Это хуже. Я тут ходил по утрам, фотографировал, так что не надо пиздеть, сидят они. Ой. Я не злюсь, я просто возмущен. Это просто эмоции. Да, ничего такого, ничего личного. А это ведь не сам. Если что. Когда последний раз на лодочках сплавлялись? В прошлом году. Я не очень люблю. Вы не мужской человек? Нет. Не личной? Ну вот эти лодочки все, если только маленький отдельный какой-нибудь котирочек с семьей, тогда да, тогда кайфово. Или там с друзьями. Среди людей я, нет, я, нет, я один. Вы подальше от людей? Да. Еще спроси, когда я был в летнем саду последний день. Когда вы были в летнем саду? Ну там же тоже людно. А там тихонечко мороженое поел там, подразил. Ну вообще, я очень люблю там ходить, но лучше всего мне нравится ходить осенью и поздней осенью. Когда уже типа снег, но его еще не закрывают на зимний период и вообще никого. Так здорово. Какое мороженое любите? Эскимо. Я в нем всегда пачкаюсь и облизываю палочку до конца. Класс, давайте жахнем по эскимо. Пошли. Я выгощаюсь сегодня. Ой-ой-ой, выгости нашему городу, выгощаю я, пошли. Договорились. Как вы считаете, вы уже состоящийся музыкант? Нет. Нет, думаю, что нет конечно. Чего еще осталось добиться до полного совершенства? Пока я ничего и не добиваюсь на самом деле. И не добились? Не знаю. Наверное присутствует какой-нибудь определенный почерк, какая-то своя манера. Надеюсь она появилась за все эти годы. А как бы вы охарактеризовали эту манеру? Да никак. Ну просто вот есть какая-то своя манера, там свой почерк, стиль, может и все. Во всяком случае, я себя услышу всегда. Правда, даже если я забыл, что это играю я, а такое бывает. Ну потому что достаточно много записей я сделал, которых я просто забываю. Ну то есть звонят ребята с просьбой, там гитару сыграть или аккордеон, там или просто по песне, там что-то по песне. Вот я приезжаю, но я тоже забываю, красивый какой поехал человек. Да, круто вообще. Да, какой красивый человек поехал. С меланчелью такой, который задался красный. Вот и я приезжаю, записываю, потом проходит. Я же не слушаю никогда то, что я записываю. Просто не слушаю. Почему? А я не знаю. Не нравится или скромность или? Да просто не слушаю. Столько в мире всякого интересного, что слушать еще раз себя. Вот нафиг надо. Здравствуйте. Здравствуйте. Я безумный фанат. Можно с вами сфотографировать? Конечно. Спасибо большое. Давайте, да. Вот план. Спасибо. Вот. Супер. Класс. Спасибо. 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 Спасибо, что делаю. Ой, спасибо. Интересно, сколько раз так вы за время съемки закурите? Не знаю. Она, по-моему, все. Да. Надо по новой. Ну, не сразу. Трубка чем хороша, с нее накуриваешься практически моментально. Не знаю. Я вообще не балуюсь с табачными изделиями. Поэтому для меня совсем другой мир абсолютно. Куда-то там. Блин, класс. Мне так кажется, вас и молодые узнают. И там, не знаю, по старше поколению. Вот такой разброс прямо аудитории. Да? Да. Не ожидаете такого? Не ожидали, точнее. А что ваша музыка может привлекать молодежь? А я-то откуда знаю. Надо у них спрашивать. Я-то ничего. Ну, вы как-то не думали над этой темой? Никогда. Нахрена. Потому что мне не о чем подумать, что ли? Больше. Нежели вот сесть с утра за дачу. Осторожно. Что такое? Все такое. О-о-о. 40 километров показывать. Спасибо, спасли мне жизнь. Да. Буду должен фотографии и мороженое. Мороженое я проставлю, а фотографии не надо. Хорошо, договорились. Оставлю тогда себе. На память. Вот только единственный. Вот где? С одним глазом. Вот оно хорошее. О-о-о. Давайте договоримся. Я вам распечатаю и подарю. Ребята, 7 часов начинается футбол. 7 часов не нужно быть дома. Кто сегодня играет? Локомотив, Зенит. Хорошо. Я не буду спрашивать, за кого вы болеете. В Санкт-Петербурге это бесполезно спрашивать, за кого кто болеет. Да, болезнь на весь город. Есть одна команда. Зенит, чемпион. А есть что-то такое, что вы еще не успели сделать в музыке и чтобы хотелось осуществить такое? Ну, я практически еще и не начинал там ничего делать. Вы это сейчас серьезно абсолютно говорите? Или вы так, какие отличаются? Я никогда не какие отличаются. Ну, ухмылка вас выдает немного. Считаю это уделом парушки. Пацаны не должны какие-то... Да что я такого особенно сделал-то? Ну, чего? Ну, вопрос-то был такой серьезный заявлен. Угу. Поэтому, смотри, я не написал ни одной крупной формы. Я не написал никакой не сонаты, не сонатины там. Ну, что-то сделал. Именно что касается музыки. Какие-то обработки писал. Я же аккордионист. Писал какие-то обработки для аккордиона. Которые потом оставались в библиотеке музыкального училища. И кто-то их еще там играл даже. Вот. Сочинил немного музыки. А вот так в основном все песни. Ну, это же и, собственно, текст на музыку. Ну, наверное. В прошлом веке это называлось бы романсом. Ну, такой романсист. Романтер. Романтер. То есть еще есть что-то, что хотели бы сказать музыке? Ну, наверное, да. Но я уже давно не занимался только инструментальным жанром. Поэтому я даже не знаю, хочу ли я что-то сказать. Хочу ли я что-то сказать. Если там что-то интересное было или слегка, я сажусь и играю. Но я лентяй, я не буду это записывать на ноты. Я могу и умею это делать, но мне лень. Брать в руки карандаш, чертить уголаду и там, не дай бог, еще разжировать и расписывать. И как это уживается с вашей, я не знаю, активной гастрольной деятельностью? Вот когда вам лень, грубо говоря, и вы не хотите выступать, или у вас там настроения нет, вот чем вы себя мотивируете? Как правило, такие случаи происходят, не скажу, что очень редко, но и не часто. Как правило, это происходит со спортсмельем. Когда не очень хочется играть, но тут срабатывает, я так полагаю, профессионализм, что-то назовем это так. Привычкой я бы это не назвал, а, наверное, профессионализм, да. Ну, то есть заставляешь себя, выходишь, играешь и где-то там, не знаю, через... Бывает так, как через 30, а бывает через пару песен и втягиваешься, и сцена лечит, на самом деле, она излечивает. Когда закачиваешь там, все будет хорошо, и опять готов выбирать, готов творить. А давайте я вас сфотографирую вот здесь, вот на фоне солнца, здесь очень классный свет. И без очкова, пожалуйста, пожалуйста. Что ж такое-то? Чтобы красота ваших очей была видна. Понятно, красота моих очей видна. Полное усилие, особенно вот левой. А посмотрите в камеру, пожалуйста. Откуда у вас такие добрые глаза и взгляд? Ну, это взгляд с Эрбернара, как заварить валькер. Но не добрые? Ну, наверное. А вообще вот такая народная любовь, как щекочет самолюбие или тоже? Вы скажете, наверное, что мне все равно, какая народная любовь, ничего такого нету. Это приятно. Не более. А что еще должно быть? Нормальному пацану? Ну что, да, это приятно, но это нормально. Мне нравится. Правда. А что такое нормальный пацан? Кто такой нормальный пацан? Не знаю, нормальный Дзержинский пацан. Ха-ха-ха. Нормальный Дзержинский пацан. Объемно. Всеобъемлющий ответ. Ну, ну, ну да. Сейчас к вам начнут тут приставать всякие. Не-не-не-не-не-не-не. Не. Вот в Летнем Саду почему-то такое место, где пофиг абсолютно. Не знаю, все же ходят на голод баба мужиков смотрят. Не до меня. Фонтаны, опять же, вот это. Там красиво, там есть на что посмотреть. Вам можно вас попросить подержать на секунду, пожалуйста? Я очень люблю Canon тоже. Да? У вас есть фотоаппарат свой какой-то профессиональный? Да. На чем снимаете, если не секрет? Что? На чем снимаете, на какой модели именно? Слушай, а я и не помню. Он у меня лет восемь, наверное, лет десять. А вы где-то публикуете, кроме как? Нигде вообще ничего. Может, пару фотографий, может, пустим для нашей записи? Нет-нет-нет-нет. Зачем? Ну, пусть люди знают, видят. Почему нет? Зачем стою фотографировать? Я музыкант. Вот. А мы когда можем попасть вот там вот на лужайке с наклоном? Нет. Здесь всегда до этого года два лебедя. Два лебедя. Было. Все умирялись, ходили, все было здорово. А потом мне сказали, а у них прям любовь такая у этих людей. Там такая некрасивая, с шеями так, знаешь. А потом сказали, что это два самца. Грустная история. Как вы относитесь к самцовой части любви? Никак. Никак вообще. Никакого отношения, мнения на этот счет? Естественно, у меня, как у нормального держительского пацана, есть свое мнение. Поделитесь, пожалуйста. Так оно и так известно. Что делитесь там? Вот. Ну, как бы это их жизнь, поэтник. Как я могу? Осуждать. Ну, живи, давай жить другим, поэт. Ну, я не знаю. Ну, это их жизнь, они выбраны. Это их жопа. Не мои. Не моё. Не мою жопу. А пойдемте вот чуть-чуть вглубь, пожалуйста, пока у нас еще есть время. А вы знаете, о чем хотел с вами поговорить? Да. О моменте, когда творчество ваше перерастает в бизнес. Идет зарабатывание бабосиков. Где вот эта тонкая часть? Не знаю. И насколько для вас важна вот именно финансовая часть вашей деятельности? Рома настолько, насколько, как если бы я работал на заводе, понимаешь? И быть пророжденным слесарем. Ну, вот прям вот слесарем. Был бы золотые руки, да? А еще лучше токарем, знаешь, высшего разряда. И без этого жить не мог. Но я же должен на что-то кормить своего детей. Только так. Хорошо, тогда вот по-другому поставлю вопрос. Давай. Финансовая часть вот вашей деятельности не мешает ли творчеству? Вот нет мысли о том, что вот надо вот заработать, заработать, там что-то выжить, там что-то там... поднять денег для того, чтобы... Это не мешает какой-то творческой части? Вот, например, вы соглашаетесь на такие вещи, на которые не согласились бы, если не было бы нужды в деньгах. Вы идете там выступать там, где не хотите выступать, но там дают хорошие деньги. И вот такие вот всякие моменты. Я просто хочу играть. Мне доставляет удовольствие сам процесс игры на гитаре и пение или там на фортепиано. Мне просто нравится. А то, что... Я же не играю, грубо говоря, в заказ, как в ресторане. Я играю в свое, то, что я хочу, то, что мне нравится. А что-то еще и людям нравится, но это вообще зашибись. А если еще за это и деньги платят, то вообще не шляпят. А если еще и много денег, то вообще заебись, у меня жизнь удалась. А ваша жизнь удалась? Ну только что, рано итоги подводить. Не, ну как бы уже... Даже 60 лет. 59 с половиной. Я помню. Не надо мне всякий раз. Хорошо, за 59 с половиной лет удалась жизнь? Вы довольны тем, как вы сейчас живете и где вы сейчас находитесь? Да. Я не про летний сад и не про мороженое, если что. И про это тоже. Конечно. Ну конечно, мне с грех жалуются. За счет чего у вас так получилось среди там тысячи, как вы говорили, гораздо более талантливых ребят, кто круче играет, поет там или еще что-то. За счет каких качеств? Или за счет, я не знаю чего. Звезды сошли. Просто удача? Я думаю, что да. И не более? Нет, ну уже... Никакие ваши сверхспособности? А у меня их нету. Какие в жопу сверхспособности, о чем ты говоришь? Это Масуев у нас гений. Вот он действительно, вот у него сверхспособность. А чижник гений? Нет, конечно. Да ты что ли? Это слишком такое слово, я бы им не разбрасывался вообще. Вот он мне, он маленький. Не я, ты представляешь? Ну это же срань Господь. Или не, или не? Ха-ха-ха-ха. Плёт, я не могу понять, вы реально такой скромный или это вот так ваше позерство? Как вы там говорили, давайте я там буду сочинять, это интереснее. Ну честно скажите. Это не позерство. Не, я вот такой. Ну вот нету момента, неужели нету точнее момента, когда вот вы там сидите, какой я пиздатый, как я много всего сделал. Секунд самодовольства. Не-не-не-не, у меня по-другому как. Какой я пиздатый, я не пью 4 дня. Вот это вот здесь, да, вот здесь я с собой прям горжусь, но я в зеркало не похожу, естественно. Ха-ха-ха-ха. Вот, ну, типа, какой я всё-таки хайфовый парень. Блин, а если ещё и завтра-нибудь вообще будет зашибок такой. Всё. Самое продолжительное время, когда вы сухим были? Потом зашивался. То есть два года, самый продолжительный. А потом? Расшились. Потом расшился, потом опять зашился. Сколько раз так? А потом? Да, раз в пять, по-моему. Это зависимость? Да. Это болезнь. Назовём её так. Я предпочитаю называть это болезнью. И вас это никак не коробит? Вы как бы с юмором и с улыбкой на лице про это говорите? Ну а что, рыдать что ли должен? Блядь, я больной. И биться сейчас пошло на забор. Нет, ну больной, да. И таких, как я, миллионы. И чё? Я ещё и курю. Это я видел, да. Вы совершенно больной. Правильно, вот всё, потекло. По пальцам. Он не уследил, она ж круглая зарада. Только, пожалуйста, не так быстро и не успевай так пятиться. Хорошо, изумительно. Да, а то я сейчас наебнусь, и это будет не очень хорошо. Да. А там плохо. Я знаю. Я там был. Доводилось? Загорать? Не купался. И как? Грязная вода чё. И чё, ничего не подцепили? Третий ухо? Нет, нет, нет. Второй нос. Но вода очень грязная и холодная. Алкоголь. Как-то помогает в творчестве? Не знаю. Не знаю. Навряд ли. Решает? Ну, я бы сказал, вообще, не знаю, но я же, опять-таки, я могу только про себя говорить. Мне как-то не очень помогает. Тут, как обычно, то, что с вечера кажется охуенно, я написал, пиздец прямо, а утром встаёшь, блядь, ну и говно. Нет, не думаю, чтоб помогать. Играть, если немного алкоголя принять, вот, то оно как-то да, оно подстёгивает и хорошо получается. Ну, нужно попасть, вот, в нужную дозу. Да, в резонанс вот вернуть, чтобы прям тыдыщить. А если в сопли, то, конечно, нет. Часто бывало в сопли? Ходят легенды, наслышан, что вы прямо, вот, не хочу сейчас на камеру эти все слова говорить. Что я чё? Вы прямо, не знаю, там, блевали, условно, там, и выходили уже вот так вот. Блевал? Да. Блин, не доедайте, пожалуйста, я очень хочу сфотографировать у вас в процессе. Давайте. Прям, можете как-нибудь сочно? Сочно? Нет. И на камеру посмотрите, пожалуйста. Обожаю, спасибо. Когда я блюю, никто не видит. Вот чё, поэтому всё это легенда. Ха-ха-ха-ха. Ой, обожаю вас. На стрель никогда не бревал. Пока, слава богу. Ну, непокорённая вершина. Секуньте на язык. Не, оставим это другим ребятам. Ха-ха-ха. С молодым панком гусь они блюют, с козявками разбрасываются, не знаю. Я же как-то по солилочке. Давайте один кадр здесь делаем. И на меня ещё посмотрите, пожалуйста. Всё, супер. А было такое, что вы узнавали для кого концерт или там корпорат или что-то такое, и вы отказывались? Или вы как Мазаев все и одни? А что я должен отказываться? Нет, я играю. Понимаешь, какая штука? Если бы я был один, допустим, вполне возможно, что в каких-то очень исключительных случаях, может быть, я и отказался бы, сославшись на несуществующую болезнь, там, ну, придумал бы что-нибудь. Но я же не один в коллективе. Это же люди. Я за всех не могу. Если, допустим, я могу отказаться, а там кто-то из коллектива отслуждаются там в деньгах, я не имею права. Поэтому я играю везде. А вы вообще авторитарный солист? Да, автохуярный. Какой там? Чё, смеешься, что ли? Нет, конечно. Нет. Димак Карат. Конечно, миф такой, не миф, а видимость такая в группе присутствует, конечно, типа. Ну, как Николаевич решит, типа, так и будет. А на самом деле ни хрена подобного. В общем, голосованием, грубо говоря, всё решил. Демократия, как она есть? Похожа на то. Каким вы находитесь нынешнее социально-политическое? Блин. Пардон. Я всегда, у меня першин в горле, когда я слышу вот эти слова. Социально-политическое. Чё социально-политическое есть? Обстановку в стране. Каким находитесь? Только не отшучивайтесь, я вас очень прошу. Только ты не задавай мне вот этого вопроса. Я тебя очень прошу. Вот не надо, пожалуйста. Не могу, не. Не надо, не надо. Я ж музыкант, понимаешь? Вот это вот социально-политическое, это не ко мне. Аня, а у тебя бирочка красная, это специально так? Чтобы не потерялось, не на то место ты, Барин, колокольчик привезь. Это Off-White. Чё это? Бренд, бренд. Они специально бирки оставляют, это модно. Да, серьёзно? Да. Вы можете тоже повесить такую красную бирку и сойдёте за модного. Да не, мне в морге повесят. Я полагаю. Без бренда. Бренд. И всё. На эту бирку там, согласен, не согласен, спрашивать не будут. А так, с биркой на ноге, плохая примета, говорят. Откусывай давай. Ой, господи. Ой, какой свет классный. Здесь вообще классно. Можете даже зажмуриться, если хотите. Я уже это сделал. А почему у вас так давно клипов не было? Я что-то и не думал никогда над этим. Знаешь, в своё время как-то давайте клип, давайте мы их наштамповали, штук пять что ли. Сняли за какой-то короткий промежуток времени. Ну и, собственно, и всё. А последний клип нам вообще запретили его к показу. Потому что была какая-то передача, что-то там 12 злобных зрителей или там 10 негритет, не помню, какая-то хренотень была. И они собрались в телевизоре и сказали, нет, это порнография, нельзя. Там, ну, сиськи показали. И чё дальше? Ну, ну, полпесни показывали, сиськи, и чё? Нет, они запретили ему, сказали, да и хер честно. Я вообще не понимаю, почему просто вот не взять и сиськи не показать? И так интернет уже весь переполнен. И так уже, я полагаю, места в информативном поле уже практически не остаётся для каких-то нормальных вещей. Ещё мы туда говно это такие, выиграю в палубу, я пишу жалобы. Да, 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 обязательно все в тельняшках должны быть. Да всё настолько уже известное и заезженное. Если уж сама песня рисует, сюжет, то нет смысла ещё на неё, грубо говоря, плёнку тратить. Зачем? Следите за современной вообще повесткой ютубной? Нет. Не заглядывайте, ничего не захотите, не смотрите? Я есть в фейсбуке или фейсбук, не знаю как он правильно. Мордокнига. Я подписан на всякие такие группы, в основном пластиночные. Ещё я подписан на сволочи, циники и мизантропы, есть такая группа. Есть группа «Доведи меня до сарказма». Вот и вот я там. Вот всякие вот это. Что на грани фола, вот этот юмор, это вот мой. Вот сейчас вас как оштрафуют вот за то, что вы туда зашли. И всё, я кирдык. Кирдык твоему бренду. Вот этому. Пошли, вот они фонтаны, вот что вы, я не знаю. Вот же они, вот чуть-чуть же не нашли. Я кайфую с реакцией людей вокруг. Я на них не смотрю, специально, я на себя смотрю. Типа такой, да, вообще идут сам по себе, ничего не вижу. Вот поэтому Валька сам ненавидит вообще ходить в людные места. Она говорит, нет, нет, ты иди чуть, давай, давай, я пойду чуть впереди, а ты чуть задели наоборот. Говорит, ну её нахер. Пристает. Да просто косятся. А её это нервирует. Она говорит, блядь, ты где от меня. И завидовать не бойся. Да ну! Она такая же, как я. Мы интроверты. Мы водолеи, мы интроверты такие. Оба. А вы верите во всю эту гороскопную хрень? Нет, просто ляпнул. То есть все водолеи, а не интроверты? Да. Ну мы с женой, да. До первого стакана, а там уж как пойдёт. Так. Вот они, вот они фонтаны. Давайте, да, пойдём. Конечно. Здесь же очень красиво, ребята. Вы что? Что у меня с лицом? У кого? Вот это значит. Оргазм. А давайте вас фотографируем с ней. Спасибо, не надо. Это то, что называется 32 сантиметра. Мы с живыми заготелись. И заготелись. Там дальше ещё есть один фантом. Нет, прямо здесь будем? Давай. Нет, нет. Давайте идём. Я не хочу с вами прощаться. Это у вас там футбол. Это не у меня, это у них там зимит автоматиз. Ну вот, смотреть идёте. Да. Ну давай пишем финалочку. Может, останетесь с нами? С нами веселее. Зачем смотреть на 22 мужика? Они так будут бегать там ещё целый сезон впереди. Спасибо вам большое, что уделили время Терпели Было большой честью Блядь Сыр Можно я сомневу? Да